Как-то я снимал видео о том, как вырастить толстянку из листика. Теперь, спустя, наверное, года два, хочу показать, что из этого всего вышло. На том видео были толстянки, которые я тогда посадил в маленькие какие-то коробочки. Это были отрезанные от большого дерева толстянки. Корешочки. Вот так они сейчас выглядят. Стоят они на подоконнике. Сейчас весна. Скоро их буду перемещать на балкон на летний период. Сейчас уже начинаю активный более полив, потому что зимой их поливал не чаще раз в месяц, а то и раз в полтора месяца. Они, скажем, спали. Вот толстянка, которая была побольше. Так она выглядит. Буду ее формировать и крону. Прищипывать. То есть сейчас у нее пошли боковые. Вниз я не пускаю, потому что хочу какой-то ствол, чтобы у нее был внизу. Здесь будут боковые. Их тоже прищипываю по не больше пяти листиков. И дальше разветвляю. Отщипываю до тех пор, пока оно все-таки не разветвится. Но тут пока еще начинается формирование кроны. И поэтому оно не так интересно. Более древняя толстянка, которая и была на том виде. Вот эта. Она уже древняя, старая. Здесь несколько раз уже она общипывалась. Общипывалась. То есть сейчас она имеет вот такой вид. Опять же, тут процесс формирования кроны идет. Я еще сам какие-то моменты узнаю. Какие-то путем проб и ошибок определяю. Ну, я определил то, что не стоит бояться их обрезать, общипывать. То есть три, четыре, даже может три, пять, максимум пять листиков на одном ответвлении. Это максимум, который может быть. Их нужно отщипывать. Вот здесь, видите, оно длинное. Аж сюда. И здесь идет разветвление. Ну, пока я его не трогаю. Ну, в оптимале вот здесь бы отрезать и все. Дальше не давать. Чтобы она ветвилась. Когда она ветвится, нет длинных стержней, которые впоследствии вот здесь она ветвится. Да, оно будет здесь тяжелое, здесь тонкое. Она потом отвисает. И она начинает обвисать. Потом все равно это приходится обрезать. Если вовремя все, все, все подрезать, подрезать, она будет хорошо ветвиться и будет очень густая. И не будет обвисать. Если где-то обвисает, начинает тянуть вниз, смело режем, не паримся. Эта толстянка обрезалась так жестко, что она была в страхе ужаса. Но, тем не менее, она отпускается, распускается. И более-менее будет у нее какой-то нормальный вид. Что же у нас толстянки, которые были из листиков? Я вообще на них забил, честно скажу. Сейчас они имеют вот такой вид. Вот такой. Я на них забил и чаще их надо было, конечно же, поливать. Какой-то уход минимальный за ними нужен был бы. Но я на них забил. Вот сейчас начинаем как бы с ними работать. Они вообще у меня стояли там где-то в зажопе диком. Ничего с ними я не делал. Они, скажем так, еле-еле выживали. Даже не росли толком. Потому что зимой я их полил за зиму раза два. Вот. Я вообще забыл, деньги мне даже и стояли. Но вот они вот стоят. Поэтому они пережили тяжелое детство, скажем так. Но у них будет хорошая юность и успешная жизнь. Я думаю, потому что пусть растут, развиваются. Вот. Вот такая у меня толстяночный лес. Что с ними делать, я не знаю. Буду дарить друзьям и знакомым. Вот. Видео получилось таким. Так, внезапно, негаданно, начало разводить толстянки. Ну, а что? Это неприхотливый цветок. Если это можно цветком назвать. Скорее, дерево. Неприхотливое. Полива особо не требует. И в то же время, мне нравится. Массивные стволы. Можно формировать кроны. Это, скажем так, забавное занятие. Такой конструктор. Когда у тебя появляется там дерево приблизительно такого размера. И ты уже конструируешь из него чего-либо интересного. Вот. Такая вот ситуация. Ну, что? Садите толстянки. За ними уход не нужен. Там, что, поливайте их, обрезайте, подрезайте. Да и будет вам счастье. Всем спасибо. Все свободны. Садитесь. Садитесь.